Всем привет и добро пожаловать в новый влог! Это видео будет максимально расслабленным, вы приведете уютнейшие выходные с нашей семьей, и, конечно же, я расскажу вам, как обстоят дела с нашим ремонтом, поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Уже второй год с появлением Севы в нашей семье мы никуда не уезжаем на майские праздники, а наслаждаемся прогулками по теплой Москве, благо в этом году погода очень теплая и позволяла гулять долго, сидеть на уютных верандах, попивая кофе, что мы, собственно говоря, и делали. Но и про ремонт, конечно же, мы не забывали. Мы, наконец-то, определились с бригадой, которая будет воплощать наш дизайн-проект в реальность. Кстати, что меня, знаете, поразило, бригаду мы нашли через знакомых, и буквально 90% опрошенных наших друзей никто не рекомендовал бы свою бригаду. Кстати, напишите мне в комментариях, если вы недавно делали ремонт, могли бы ли вы рекомендовать своих работников, все ли вам понравилось, либо же каждый ремонт он не проходит без каких-либо изъянов. Сегодня мы приехали в твой дом, чтобы просчитать у нескольких производителей кухню. Естественно, Севу пришлось взять с собой, так как его не с кем было оставить. И целый час мы провели с ним в такой детской игровой комнате. На самом деле, проектирование кухни заняло у нас в одной компании 4 часа, и мы поняли, что уже сравнивать цены будем в другой день. Желательно, чтобы бабушка смогла посидеть Севы. Мам, привет! Потому что, конечно, сложно очень долго удерживать ребенка такого возраста. Я напомню, ему год на одном месте. Сегодня мы с вами смотрим кухни в дядьковской студии дизайна. Если честно, неплохие фасады, классное обслуживание, но что-то пока не срослось. На следующий день мы планировали поехать в стильные кухни, чтобы просчитать кухонный гарнитур, но решили не тратить дни с хорошей погодой, тем более, что в Москве обещают похолодание. И приехали на Усачевский рынок поесть ребер Фрэнк Байбаста. Ну и, конечно же, погулять в районе Новодевичьего монастыря. На самом деле, это вообще мое любимое место в Москве. Особенно я люблю кофейню Флип, которая находится прямо напротив монастыря. Мы уже с мужем вовсю открыли сезон холодных напитков. Я обычно беру айс салаты на кокосовом молоке, а муж любит эспрессо тоник, либо же бамбл кофе на апельсиновом свежевыжатом соке. А какие напитки вы любите пить летом? Поделитесь в комментариях. Хочу быстренько записать для вас видео, показать свои покупки добавок на весну. Мы закончили севы, проходите его диспансеризацию в год. И я, наконец-то, завершила свой чекап. И вот что по результатам анализов мы имеем. Начну, наверное, базово с витамина D. Витамин D мы принимаем с рождения. Деткам до года мы даем 1000 единиц, от года до 3 даем 1500 единиц. С 3 лет мы подбираем дозировку либо 1000 единиц, либо же смотрим по анализам, есть у нас дефицит или нет. Мамис Близ – классный бренд, очень высококачественное сырье. И что лично мне нравится, так это то, что переносчик витамина D здесь масла MCT. Так как витамин D жирорастворимый, то лучше всего, чтобы как раз-таки транспортировка его была через масло, а не через воду. Поэтому обращайте внимание при выборе вашего витамина D. Очень рекомендую этот бренд. Отзывы прекрасные. Я уже даю не первую упаковку. Либо его, либо California Gold Nutrition. Тоже очень классный состав. Так как у Севы замечен железодефицит небольшой, мы решили с педиатром тоже подавать ему мультивитаминный комплекс с железом. Здесь вот такой вот перечень витаминов, можете его прочитать. Что хочу отметить, из состава здесь есть два подсластителя – сироп агавы и монфрут. Но не бойтесь, они абсолютно безопасны для детей и для взрослых. Поэтому рекомендую. Так как мы будем принимать сейчас железо, нам дополнительно наш стоматолог порекомендовал вот такой вот вкусный уход. Это салфетки с ксилитом. Очень классно очищают зубы, особенно после кормления молочного. И мы еще, кстати, поменяли зубную щетку. Сейчас пользуемся вот такой вот от Pigeon. Она электрическая. Здесь есть несколько режимов. Сева, кстати, очень спокойно ее воспринял. Ему даже нравится то, что она красиво так горит. Вот, с ценой тоже могу уже рекомендовать, так как пользуемся мы ей порядка двух-трех недель. Что по мне? Помимо витамина D в дозировке 5000 на протяжении всего грудного вскармливания, решили, что я попью еще также железо. Хотя у меня ферритин остается еще в референсе моего веса, то есть порядка 58-60. Но решили, так как я на грудном вскармливании, и, соответственно, у Севой есть проблема с пониженным гемоглобином, что я тоже пропью железо. Рекомендую всегда своим клиентам пить Витофер, потому что, во-первых, легкоусвояемая форма железа, и есть кофакторы для его усвоения. Б6, Б12, С, фолиевая кислота. В общем, супер для беременных, кормящих, и для тех, у кого есть сложности с усвоением железа, присмотритесь к этому препарату. Но, опять же, по назначениям вашего врача. Уже не раз рекомендовала вот этот вот Magic Elements магнийцитрат. Вкус, возможно, для кого-то отвратный, но для меня качество его действия прям супер. Обожаю этот магний. И совместно со своим остеопатом решила тоже, сдала анализ. У меня нет дефицита общего белка. Общий белок у меня порядка 76 грамм на литр, что очень хорошо при ГВ. Но решила, что пропью все-таки морской коллаген, так как у меня есть проблема с поясницей, с шейным отделом. Вот, выбрала такой вот от Refill. Мне, кстати, очень нравится. Заказываю уже вторую баночку. Эффект есть. А вообще, я обожаю майские праздники не только за шашлыки, но и за дополнительную возможность привести время с семьей. Желательно где-нибудь на природе, если погода позволяет. Мы живем недалеко от Царицынского парка и не упускаем возможность насладиться теплыми днями. Не забывая при этом о ремонтных делах, но об этом в других сериях. Спасибо большое, что досмотрели этот влог до конца. Всех православных я поздравляю с наступающим праздником Свердлой Пасхи. И до новых встреч. Пока-пока.